Добрый вечер на теле, канале ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Жумаханов и сурдоперевод Марата Жумабекова. Смотрите сегодня. Я, ты, он, она. Социальная модернизация стала главным вопросом областной сессии Ассамблеи Народа Казахстана. Конец Бармте. Полицейские области задержали скотокрадов. Сумма ущерба, нанесенная ими, более 20 миллионов тенге. Выходите из тени. В этом году заканчивается переход на контрольно-кассовые машины с функцией онлайн. Между Алматинской областью и Республикой Татарстан уже давно налажено продуктивное инвестиционное сотрудничество и торгово-экономические связи. Отношения между регионами развиваются в атмосфере взаимного понимания и доверия. В рамках этого сотрудничества в нашу область прибыла делегация из Татарстана. Народные и заслуженные артисты Фердинанд Фадхи и вокалисты группы Зуляйля были приглашены на мероприятия, организованные ассамблеей. Гостей принял Аким Алматинской области Амандык Баталов. Он ознакомил их социально-экономическим развитием края ЖТСУ. Остановился на туристическом потенциале региона, только побережье Алаколя. За прошлый год приняло более 1 миллиона отдыхающих. Члены делегации не скрывали своего восхищения, рассказывая о живописной природе ЖТСУ, с которой они ознакомились по дороге в Талдыкурган. Нам очень понравилась Алматинская область. Особенно произвели на нас впечатление высокие горы, говорили они. Мы очень благодарны за теплый прием с вашей стороны. Мы, казахи и татары, имеем очень тесную культурно-историческую связь. И хорошо, что эта связь с каждым годом все крепнет. Ведь это такое счастье, когда люди разных наций и народностей живут с одной целью – жить в мире и согласии. И воспитывают молодое поколение в этом духе и духе патриотизма. Нам есть чему учиться у вас. Социальное единство – основа модернизации и развития. Этой теме посвящена 25-я областная сессия Ассамблеи. В работе сессии приняли участие первый заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жан-Сиид Чумебаев и Аким Алматинской области Амандык Баталов. Вся работа, проводимая по линии Ассамблеи, направленная на единство и дружбу между народами, была полностью показана на выставке в фойе Дворца культуры. Каждый район и город предоставил свои достижения в этой сфере. В ЖТСУ проживают представители более ста народностей. Каждый, храня свои обычаи и традиции, вносит достойный вклад в развитие суверенного государства. Вот это наш творчество. Самое главное – направляем наше внимание на детей, на подростков. На сессии рассматривали основные направления деятельности областной Ассамблеи народа Казахстана в свете задач, поставленных на 27-й сессии АНК. Ведь сегодня Ассамблея является самым активным участником процессов модернизации общественного сознания. А вот источниками формирования прочной основы общенационального исторического сознания и единых ценностей стали культ знаний, открытость новым идеям, сохранение национального кода и эволюционный путь развития Казахстана. О чем говорил Ильбасы, председатель АНК, на сессии в Нур-Султане. Сегодня в регионе развернута активная деятельность по реализации этих задач. Сегодня действующий актив АНК Алматинской области насчитывает около 60 тысяч человек и объединяет 71 этнокультурное объединение, 422 совета общественного согласия, 266 советов матерей и ряд других структур. Эти структуры сегодня делают все возможное для сохранения согласия, стабильности и дружбы народов. К примеру, Алия Апсеметова, житель поселка Харгалы Жамбулского района, вместе с супругом воспитывают девятерых детей разных национальностей. Главная их задача – согреть сердца оставшихся без попечения родителей детей щедрым материнским теплом и окружить домашним уютом. Мы не выбирали малышей по цвету глаз, волос и этническому признаку. Дети у нас разных этносов. Конечно, быть родителями девятерых детей нелегко. Это огромный труд и большая ответственность. Это затраты и вложения, как материальные, так и моральные. Но это также еще и огромное счастье. На местах активно реализуется и программа «Рухани Жангару». Она выстроена так, что каждый казахстанец может принять в ней участие. Именно эта идея Эльбасы по объединению сил и средств во благо родного края находят поддержку в глубинке страны. В памяти каждого человека в тайниках его души живет самое дорогое и сокровенное. Это малая родина. Знать историю, традиции, обычаи известных односельчан – священный долг каждого нашего жителя. Моя малая родина – село Лепсинск. Красивейший край, полный природных духовных богатствами. В этом горном селе на протяжении долгих лет живут в мудром согласии представители более 20 этносов. Гостеприимство, хлебосольство, жизнерадостность – все это присуще людям нашего села. Выступали на сессии люди разных профессий, разных этносов. Но в одном они уверены, что только мир и согласие может противостоять разладу в обществе. В истории есть немало примеров, когда разногласие приводило к войнам и нестабильности. Поэтому в сохранении единства народа огромную роль играет ассамблея, говорил в своем докладе Жан-Сиид Тюмибаев, который поблагодарил Акима области за оказанное содействие в работе АНК. Алматинская область – это динамично развивающийся регион. По итогам социально-экономического развития области за январь-апрель 2019 года рост обеспечен по всем основным отраслям экономики. Это все создает благоприятную основу для работы областной ассамблей народа Казахстана. Членами Ассамблеи народа Казахстана от Алматинской области являются 32 человека, известные в республике лидеры общественного мнения. В завершении сессии ряд активистов этнокультурных объединений отмечены благодарственными письмами председателя Ассамблеи народа Казахстана и Акима Алматинской области. Первый заместитель председателя АНК Жан-Сиид Тюмибаев также вручил Акиму области Амадыку Баталову медаль Меры. Гульназ Мустафа, Жаслан Шенгенжинов, Телеканал ЖТСУ. Исполнение бюджета за прошлый год и утверждение комплексных планов на ближайшие три года стали главными на сессии Алматинского областного маслехата. Бюджет прошлого года исполнен на 99,8%. Доходная часть превысила 362 миллиарда тенге. Неосвойно 657 миллионов. Основная доля пришлась на сферу образования и строительства. Суммарно свыше 30 миллионов. В этом же году большую часть бюджета намерены направить на решение социальных проблем. Жилье для многодетных и малообеспеченных – задача номер один в работе руководства области. Необходимо больше строить по госпрограммам. У простого народа должна быть возможность купить льготное жилье, считает глава региона Амандык Баталов. Так, на эти цели планируется выделить 2 миллиарда 200 миллионов тенге. А на затраты образования дополнительно выделяются более 660 миллионов тенге. На эти деньги планируется провести ремонт в нескольких школах района, а также укрепить материально-техническую базу. Также 185 миллионов тенге потратят на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов. Подытоживая, члены областного маслехата поручили ответственным лицам четко контролировать исполнение бюджета. Все выделенные средства должны быть освоены, причем по назначению, иначе спрос будет жестким. На сегодняшний день 60 квартир везде говорим. В прессе тоже было за счет мецената купили. Это в других областях мало. В этом плане мы, конечно, хорошо работаем. Но мы должны по программе больше строить. Пока у нас это не получается. Таким районам вы должны участки подготовить, ПСД сделать и просить деньги у нас на строительство. Кроме этого, то, что мы, видите, из 5,6 миллиарда тенге, там 3,3 миллиарда тенге идет на покупку. Вы должны знать таких застройщиков. Им создавать условия, чтобы они у вас строили по той цене, по которой вы можете покупать. Полицейские Алматинской области задержали очередную группу скотокрадов. Команда Барамтачей состояла из 4-х человек с 1978 по 1999 года рождения. Как выяснилось, свою преступную деятельность они осуществляли с сентября прошлого года. Местами их промыслов стали Каратальский и Кербулакский районы. А также город Талдыкурган. На сегодняшний день доказана причастность задержанных лиц к 10 фактам скотократства. Только по этим эпизодам краж злоумышленники причинили потерпевшим ущерб на сумму более 20 миллионов тенге. Отмечается, что преступная группа специализировалась лишь на краже лошадей. Подозреваемым совершена кража около 80 голов лошадей, часть из которых, а именно более 40 похищенных коней, удалось разыскать и возвратить законным владельцам. Установлены также несколько лиц, кому реализовывалось похищенное скотопоголовье и место его сбыта в виде мясной продукции. В Алматинской области стартовала очередная республиканская акция «Приемная на дороге». Пройдет она в течение двух дней. Мероприятие, инициированное МВД Республики, направлено на переход работы полиции на новую модель взаимодействия с населением. Как считают организаторы, огромным плюсом акции является то, что граждане без записи могут напрямую обратиться к руководству Департамента полиции. И, как показывает практика, такой подход весьма эффективен. К примеру, во время прошлой акции, прошедшей в начале апреля этого года, обратилось около трех тысяч жителей области. Вопросы 70% из них решились буквально в течение нескольких минут. Всего на территории ЖДСУ расположится 24 мобильных пункта. Узнать о их местоположении можно на портале МВД, на сайте ДВД, а также в соцсети на официальных страницах Департамента региона. Как правило, в основном вопросы возникают по работе, деятельности участковых инспекторов полиции, порядка оказания госуслуг, в том числе оформление, снятие с машины автомашин с учета, регистрация оружия, получение разрешения на оружие. А также очень много вопросов возникает по линии оказания госуслуг в сфере миграционной полиции. Это просроченные удостоверения, получение удостоверений и гражданства в упрощенном производстве. Такая акция позволяет нам своевременно реагировать на обращение граждан и оперативно решать их все проблемы. Очередной четвертый пленум организации Старейщины Алматинской области подвел итоги деятельности. С отчетом о проделанной работе выступил председатель областного совета ветеранов Ермек Келемсеид. Сегодня в рядах организаций ветеранов насчитывается более 200 тысяч ветеранов. Находясь на заслуженном отдыхе, все они продолжают вносить весомый вклад в развитие нашего общества, воспитывая молодое поколение и безвозмездно делясь накопленными знаниями и опытом. Один из таких советов работает в городе Капшагай. Сейчас его членами ведется активная работа по подготовке к проведению выборов президента страны. Учитывая то, что сейчас наша страна готовится к большому политическому событию, выборам президента нашей страны, мы все работаем в различных избирательных комиссиях. Оказываем помощь нашим ветеранам, чтобы они могли прийти на избирательный участок, правильно проголосовать. Для многих наших ветеранов большое количество кандидатов – это тоже проблема. Именно в этом направлении мы тоже большую проводим работу. Самых лучших и креативных директоров школ выявили в Алматинской области. Командный конкурс руководителей общеобразовательных учреждений «Табас Себаше» прошел в областном центре. В нем приняли участие заведующие школ городов Талкурган, Текили, Искельдинского, Каратальского и Коксуского районов. С каждого района по пять директоров. Команда выбирает одну из десяти предложенных тем. Каждой сборной дается около 40 минут. По словам организаторов, мероприятие призвано поддержать и поощрить лучших руководителей школ. Добавим, в работе площадки приняли участие свыше 100 человек. Вот уже третий год работает этот проект «Табас Себаше». Цель этого проекта в целях эффективного внедрения обновленного содержания образования оказать методическую помощь руководителям школы. Именно вот эти пять районов включены в этот проект. Именно для этого мы, команды пяти районов, обмениваемся опытом друг с другом. В Жан-Узене в парке аттракционов в честь Дня Семьи. Посетителям раздавали бесплатное мороженое. Доброе начинание обернулось давкой и руганью людей, передает закон.кз со ссылкой на Инахтау. Мороженое для многих посетителей парка заставило на время забыть о культуре и человечности. Люди крыли друг друга матом, толкались и пытались пролезть вперед. Видео в социальных сетях поделились очевидцы. По информации областного департамента полиции, в очереди за мороженым никто не пострадал. Казахстанский певец Ержан Максим выступит с сольным концертом в Нур-Султане 28 июня 2019 года в 19.00. В центральном концертном зале Казахстан состоится сольный концерт талантливой восходящей звезды Ержана Максима. Организатором является Министерство культуры и спорта, сообщили на брифинге в министерстве. Вместе с юным певцом выступят заслуженные деятели Казахстана, такие как Сакен Майгазеев, Мульдара Уильбекова, Ренат Гайсин, лауреат международных и республиканских конкурсов Айхантулеперген. С 2020 года все индивидуальные предприниматели и юридические лица начнут применять онлайн-контрольно-кассовые машины. Данная мера вводится с 2015 года, а этот год завершающий. За этот период планируется поэтапно перевести более 600 видов деятельности на онлайн-кассу или трехкомпетентную систему. Внедрение новшества в первую очередь позволит снизить уровень теневой экономики. Следовательно, увеличить налоговое поступление в бюджет. Кроме того, уменьшится количество проверок. Но с другой стороны, для бизнесменов покупка контрольно-кассовых машин. Это дополнительные затраты. В данный момент тоже учли и ввели специальные льготы, которые действуют со 2 апреля этого года. Новшество предусматривает уменьшение индивидуального подоходного налога на стоимость приобретения одной контрольно-кассовой машины. В сумме 60 тысяч тенге, но не более чем на 50% от суммы исчисленного налога. Уменьшение налога будет производиться за весь налоговый период одномоментно. Данная норма будет применима для индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим, работающий по патенту или по упрощенной декларации. 50 действующих предпринимателей Салматинской области получили уникальную возможность посетить конференцию Уикон. Это площадка для бизнесвумен, управляющих малым и средним бизнесом не менее двух лет. Организаторами мероприятия выступает Европейский банк реконструкции и развития при поддержке Министерства национальной экономики Казахстана. Программа действует на территории страны уже второй год. Только за 18-й более 300 предпринимателей по республике смогли расширить свой бизнес. 25 из них – бизнесвумы на Алматинской области. Если говорить о самой программе Уикон, то она помогает деловым женщинам в получении кредита по самым минимальным ставкам, проводит онлайн-диагностику вашего бизнеса, а также возмещает 60% от стоимости расходов на консалтинговые и коучинг-проекты. Это затраты на бизнес-планирование, маркетинг, пиар и многое другое. Каждый проект мы обязательно измеряем. Мы смотрим, выросли ли продажи у предпринимателя, мы смотрим, появились ли новые рабочие места, открылись ли новые рынки. То есть в зависимости от самого проекта всегда, прежде чем проект запускать, мы, конечно, ставим KPI, измеряем. И у нас где-то порядка 72 проектов, они очень успешные. То есть это оценка 5+, измеряем мы по системе ОСР, есть рейтинг этих проектов. То есть все это регулярно отслеживается. И еще мы смотрим, обращались ли повторно наши предпринимательницы к этим консультантам. То есть мы параллельно делаем две задачи. Кроме поддержки предпринимателей, мы еще создаем казахстанский рынок консалтинга именно для малого и среднего бизнеса. Вести бизнес наравне с мужчиной, воспитывать детей и печь торты – посильная задача для любой женщины. Успешный предприниматель Айнур Собржанова поделилась с опытом молодежью. Достичь успеха может каждый. Главное, чтобы было желание и целеустремленность, признается Айнур. Первый бизнес по продаже мобильных телефонов совместно со своим братом. Предприниматель основала еще 15 лет назад. Идея пришла случайно, но выстрелила метка. Тогда еще эта ниша была относительно свободна. И с тех пор бизнесвумен никогда не работала на кого-то. Уже 20 лет, как Айнур Собржанова, сильная и независимая девушка. Уверена, что если человек будет с душой отдаваться своему делу, то 100 тысяч для него будет просто заработок нескольких дней. Поэтому молодежи не надо бояться и думать, что только наемным сотрудникам он будет получать стабильную зарплату. Вообще молодость это такой период жизни, когда стоит рисковать, стоит пробовать. Сотрудники полиции США и Евросоюза заявили о раскрытии обширной сети киберпреступников. По данным Европола, обнародованным в четверг на пресс-конференции в Гаге с помощью вредоносного программного обеспечения ГОЗНИ. Злоумышленникам удалось украсть 89 миллионов евро у более чем 40 тысяч физических лиц, предприятий и финансовых институтов. На сегодня возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемых из Грузии, Украины, Молдавии и США. Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая. Соответствующее решение поддержали в четверг 315 парламентариев, сообщается в ТАСС. Сам Зеленский настаивал на том, что церемония должна пройти раньше. Он обвинял Центризбирком и парламент в затягивании процедуры. Инаугурация в итоге пройдет менее чем за неделю до даты, после которой нельзя будет распустить Верховную Раду. В то время как в штате Зеленского не исключали, что он воспользуется возможностью обновить состав парламента. Продан самый дорогой кролик. Скульптура американского художника Джеффа Кунца «Кролик» была продана на аукционе «Кристис» за 91 миллион долларов. Произведение из нержавеющей стали высотой чуть больше метра было создано Кунцам в 1986 году. Проданный накануне экспонат второй из трех существующих. Скульптура считается одними из самых известных произведений искусства 20 века и была продана за сумму, превышающую оценочную на 20 миллионов долларов. По заявлению Кристис, ушедший с молотка кролик установил новый мировой рекорд аукционов для ныне живущего художника. Воспитанники отделения по спортивной гимнастике Талдыкурганской спортивной школы готовятся к предстоящим республиканским стартам. В Спатакеаде, Республике Казахстан среди школьников. Отбор на эти ответственные состязания девочки от 5 до 14 лет прошли по результатам весеннего областного чемпионата, прошедшего в Талдыкургане. Девочки младшей возрастной категории все свое свободное время проводят в спортивном зале. Они часами оттачивают свою технику сразу в нескольких базовых акробатических упражнениях и хореографии. Впереди у них значимые состязания и спортикиада Республики Казахстан, которая пройдет в Алматы в начале июня. Примером упорства и трудолюбия для юных гимнасток служит многократная чемпионка страны Александра Шамитько. Она будет представлять нашу область не только на республиканских, но и на предстоящих крупных международных турнирах. Мне больше нравится бревно, потому что там и элегантность, и можно и отдохнуть одновременно, и красиво все показать. Но самое сложное для меня это брусья, потому что там отдохнуть тоже возможно, но нужно сосредоточенно сделать все по стойкам и не упасть, самое главное сосредоточенно пройти. Заниматься спортивной гимнастикой под силу не каждому, говорит один из специалистов этой дисциплины Рахимбек Тулендинов. Кроме ответственности, желания и дисциплинированности, для этого необходимо быть одаренным и гибким от природы. У Рахимбека Умаровича за плечами 36-летний опыт в сфере спорта. Правда, работал он в основном на руководящих должностях, но в душе всегда оставался тренером, родевшим за развитие детского оздоровительного движения. И сегодня в свои 68 лет, будучи на заслуженном отдыхе, не остается в стороне от развития и популяризации в нашем городе одного из самых зрелищных, красивейших и динамичных видов спорта. Будовгали, диляра, чемпионка области. Она каждый год ездит на такие же соревнования в Астану, в Симпалате, где завоевывают тоже золотые медали. Бай Мухаммедова, Жан Сая, тоже член сборной области, чемпионка области. И ожидаем, что они все, 6 человек, выступят хорошо, успешно. Вместе с Рахимбеком Тулендиновым подготовкой девочек к престижным соревнованиям занимается заслуженный тренер Республики Казахстан Галина Долгополова. Опытный специалист уже 4 года работает в Талы-Кургане, имеет весомые достижения и способствует широкому культивированию в нашей области женской спортивной гимнастики. К слову, для этого есть все предпосылки. Это и хорошо оснащенная материальная база, и внимание со стороны руководства области. И самое главное, есть талантливые и перспективные дети в каждом районе нашего региона. Лилия Штогрина, Асет Дюссенбек, телеканал ЖДСУ. Такой оказалась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин